Можно ли расставить в вершинах куба целые числа так, чтобы соседние по любому ребру отличались бы не больше, чем на единицу? А вот находящиеся в любых двух противоположных вершинах отличались бы хотя бы на два. Попытаюсь вставлять, вот есть кубик, ну скажем, один, два, два, ноль. Я не дошел пока до противоположных, пока все нормально. Ну, например, здесь будет один, например, здесь будет два. И вот проблема. В этих двух противоположных вершинах числа отличаются всего лишь на единицу. Я даже дальше не дошел, уже проблема возникла. Ну, в общем, чувствуется, что нельзя. И действительно нельзя. Давайте это докажем. Ну, как, представьте себе, что у нас есть в противоположных вершинах каких-то двух числа отличаются на три. То есть вот здесь вот какое-то число а, а здесь а плюс три. Ну, если наоборот, то мы повернем кубик и вот эти вершины поменяем. Итак, а и а плюс три. Смотрите, мы можем пройти по трем ребрам из этой вершины. Поэтому обязательно здесь а плюс один, здесь а плюс два. И более того, для любого другого маршрута точно так же. То есть обязательно у нас здесь будет вот везде а плюс один, здесь везде будет а плюс два. Ну, в общем, уже видно, что все закончилось. Потому что, например, вот эти вот две вершины являются противоположными, а числа отличаются всего лишь на единицу. Так, значит, на три отличаться не может. Что было бы, если бы отличалось хотя бы на двойку, но на три нельзя, мы уже знаем, что на три нет. Это означало бы, что в любых двух противоположных вершинах отличалось бы ровно на два. Что? Александр Васильевич, ну, если следовать вашей первой картинке, то вы обвели кружочек, должно быть а минус один, и тогда а минус один и а плюс два отличаются на три. Не может быть никакого, а минус один. Нет. У нас есть маршрут вот такой. Если в концах отличие на три, то единственный способ – это каждый раз увеличивать на единицу. Чтобы дойти за три шага от числа а до числа а плюс три, каждый раз увеличиваем число не больше, чем на единицу. Мы должны каждый раз увеличивать ровно на единицу. Понятно? Хорошо. Итак, в второй случае, когда нет отличия на тройку, то обязательно должны отличаться ровно на два. Ну, собственно, вариантов, конечно, не так много. Давайте посмотрим, что у нас будет. Вот у нас есть число а. В противоположной вершине обязательно будет а плюс два или а минус два. Опять, если что, мы повернем. То есть можно считать, что а плюс два. Теперь у нас, конечно, есть некоторая проблема. Она связана с тем, что... Вот непонятно, здесь будет число а или число а плюс один. Ну, давайте так и напишем. Здесь или а, или а плюс один. Здесь или а, или а плюс один. И здесь то же самое. Или а, или а плюс один. Почему? Потому что если здесь будет меньшее число, то уже не сможем за два шага дойти до числа а плюс два. Вот, замечательно. Итак, здесь в каждой из этих трех вершин или а, или а плюс один. Но смотрите, в этой вершине, если здесь а плюс два, а здесь или а, или а плюс один, то в этой вершине находится или число а плюс один, или число а плюс два. Ничего другого здесь быть не может, потому что между этими двумя числами находится число такое, что мы здесь делаем шаг в единицу или меньшее. Замечательно. Вот здесь или а, или а плюс один. Здесь или а плюс один, или а плюс два. Но они должны отличаться хотя бы на двух. Значит, а плюс один я здесь зачу. Ну и такого не бывает. А на самом деле я знаю, что здесь а, а здесь обязательно а плюс два. Отлично. Но если здесь а плюс два, а здесь а, то вот в этой вершине обязательно а плюс один. Отлично. Отлично. Мы уже знаем, что здесь а, здесь а, здесь а плюс 2, здесь а плюс 2, здесь а плюс 1, здесь тоже а плюс 1. Ну, давайте думаем. А нет ли проблемы с этими двумя решениями? Есть. Потому что, чтобы дойти от а до а плюс 2 за два шага, мы обязаны здесь написать а плюс 1. И это противоположные вершины, в которых числа равны. Я, конечно, довольно долго разбирал эти случаи, хотя есть ощущение, что... Как-то все это было в общем все время похоже. Так вот, можно было короче рассказать решение этой задачи. Если мы догадаемся, что на любой картинке, на любом кубе, когда расставлены числа, то из этих чисел можно взять самое маленькое. Ну, или любое из самых маленьких. Позвоните. Есть наш кубик. Мы, разумеется, можем считать, что находящееся вот в этой вершине число самое маленькое. Почему? Потому что в случае чего мы его повернем. Повернем кубик. И таким образом можно считать, что вот это число самое маленькое. То есть никакого а минус 1 и никаких меньших чисел на этой картинке уже нет. Отлично. Вот эти числа или а, или а плюс 1. Значит, среди них обязательно найдутся два одинаковых числа. Давайте, я не знаю, это а или а плюс 1, давайте я их обозначу b. Отлично. Вот это число b. Да, это знаковые числа. А теперь смотрите. Вот эта вершина расположена на одном ребре с числом b. b, значит, отличие не больше, чем на единицу. c минус b не больше, чем на единицу. Но при этом c противоположно с вот этой вершиной. Значит, у нас разница должна быть больше единицы. Но это не бывает. Потому что у нас в противоположных вершинах мы хотим, чтобы числа сильно отличались. А по ребру, чтобы числа отличались не больше, чем 1. Это невозможно. Вот такое более короткое решение. Хотя с разбором случаев тоже не так уж их много. И так уже все получилось. Продолжение следует...